В Ниницком округе зарегистрированы новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. По данным управления Роспотребнадзора, за прошедшие сутки выявлено 7 заболевших. Тему продолжит Наталья Дуркина. По статистике, на данный момент большой процент заболевших – это лица старше 50 лет, которые находятся в стационаре. Их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Всего из 30 пациентов 23 находятся в инфекционном отделении, 7 – в отделении реанимации. Из 22 пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке, 7 находятся на искусственной вентиляции легких. Если рассматривать категорию пациентов по возрастам, то в стационаре у нас более 70% – это граждане, возраст которых старше 50 лет. Один пациент до 18 лет и 8 пациентов в возрасте до 50 лет. Препаратов для лечения пациентов в стационарных условиях достаточно. СИЗОВ тоже достаточно их расчет до полутора месяцев. Сейчас идет закупка очередной партии средств негативной защиты. Лекарственных препаратов хватит по расчетам еще на 4,5 месяца. Так как категория граждан высокого возраста более подвержена риску заразиться коронавирусной инфекцией, Юрий Бездудный предложил вакцинировать их в первую очередь. Мы должны понимать, что поскольку это категория людей 50+, они уходят в среднюю тяжесть тяжелую, мы, по идее, должны их в первую очередь вакцинировать. Но логично было. Также от вице-спикера регионального парламента Максима Арбузова поступило предложение провакцинировать волонтеров без очереди. Губернатор одобрил эту идею. На данный момент в регион поступила партия в 1000 доз. На добровольную вакцинацию можно записаться через портал Госуслуг. Что касается уменьшения платы за ПЦР-тестирование, то в округ уже поступила партия тестов по сниженной стоимости. Такой услугой смогут воспользоваться только жители округа, предъявив прописку. Мне очень приятно сообщить, что в результате работы Департамента здравоохранения и администрации нам удалось перевести тесты, которые позволят снизить вступаемость прохождения этого тестирования практически в три раза. Стоимость для жителей нашего округа тестирования на коронавирус будет стоить 1585 рублей. Это тоже хорошая новость. На прошлом заседании оперативного штаба губернатора округа Юрий Бездудный дал поручение Департаменту цифровизации проработать вопрос о предоставлении услуг МФЦ на дому для жителей 60+. Мы проработали все вопросы. Сейчас, как мы знаем по нашему постановлению, режим самоизоляции 65+, но мы можем и технически, и физически оказывать бесплатный выезд и оказывание бозуслуги на дому лицам 60+. То есть мы полностью готовы по всем параметрам к этой работе, вносим изменения в постановление распоряжения и начинаем работу. То есть мы готовы и исполним это поручение. Добавлю, с начала пандемии проведено 18 984 ПЦР-исследования на выявлении инфекции. Только за прошедшие сутки было проведено 58. Состоят на учете в управлении Роспотребнадзора 391 человек. Из них в обсерваторе – один человек.